Удивительное дело, на автосалон в Лос-Анджелес свои новинки привезли иноземцы, главным образом Hyundai и Kia, к которым неожиданно примкнул наш УАЗ. А традиционные американские марки Buick и Lincoln предпочли предъявить премьеры фактически по другую сторону земного шара, в китайском Гуанчоу, где, казалось бы, логика. С Buick'ом история проста. В Штатах марка играет роль статиста, а в Поднебесной бойко расходятся и кроссоверы, и легковушки, а главное — минивены. Последние стали признаком успешных боссов и богатых семей. Так что ежегодно Китай съедает по 150 тысяч Buick'овских однообъемников GL8. В Гуанчоу публику встречал концепт GL8 Flagship, предвещающий стиль следующего, четвертого поколения минивена. Конечно, многие решения носят статус временных, но общий стиль, вдохновленный китайскими горными и водными пейзажами, более-менее понятен. Хотя выдвижной 50-дюймовый экран — это, конечно, чистой воды прожектерства. А еще Buick удивил совершенно фантазийной капсулой SmartPot — этакий вагончик, что может выполнять роль комнаты отдыха или мобильного офиса. Под его полупрозрачным кузовом скрыта электрическая платформа GM Altium, а также последняя версия технологии автономного движения. Водитель, понятное дело, этой мыльницы не требуется. С Линкольном ситуация даже интересней. Имея технически удачный Ford Focus четвертого поколения, компания Ford Motors сначала представила китайцам крупный гибрид кроссовера и лифтбека под названием Evo's, а теперь из него сотворили пятиметровый седан Lincoln Zephyr. Хитро, не правда ли? Так что большая, можно сказать, представительская машина имеет передний привод, подвеску MacPherson спереди и поперечное расположение двигателя, а сам двигатель объемом только лишь 2 литра. Салон Evo's Zephyr почти всецело обязан Evo's. Во всяком случае, интерьерообразующий грандиозный тачскрин медиасистемы шириной более метра и диагональю 27 дюймов, которые можно делить на тематические зоны, взят именно из Форда. В итоге вышло следующее. Потратившись только на новый кузов, фордовцы предъявили китайцам переодетый и растянутый Focus, который, однако, будет продаваться по цене настоящего премиума от 40 тысяч долларов. Молодцы. При этом жители Поднебесной подвох, скорее всего, не заметят. У них двухлитровым может быть даже Гелендваген.